Насколько нужно быть невезучим, чтобы все пять чисел из телелотереи были ровно на единицу больше тех, которые вытягивает ведущий? «Давай закопаем тебя в песок, будет весело!» — говорили друзья. Кто ж мог ожидать, что в этот момент мимо пролетит стая чаек, которые только что поели? «Моя жена решила распаковать свой новый кабель для смартфона», — сообщил автор фото. У кого-нибудь возникали трудности при вскрытии таких упаковок? Если пользуетесь для этого ножницами, то будьте аккуратнее. Привет, с вами канал Фактория! «Мой приятель застрял в душевой кабине в гостиничном номере и просидел там три часа, пока не пришла помощь. Вот это действительно неловкая ситуация!» Главный заголовок этой газеты гласит «Старый мужчина выиграл в лотерею и умер на следующий день! За белой полосой последовало черное!» На создание этой скульптуры было потрачено несколько недель. И все пошло на смарку после того, как ее случайно опрокинули на пол. «Когда вы ожидали снег, но не так много!» Надеюсь, у жильцов этого дома не было срочных дел в этот день, потому что выбраться сразу кому-то вряд ли удалось. Люк в автомобиле этого мужчины был открыт по ошибке. Что ж, теперь он будет знать, что всегда нужно чистить авто перед тем, как куда-то ехать. А владелец этого авто забыл закрыть на ночь окно, и как назло ночью прошел сильный снегопад, который наполнил салон снегом. Еще одна неловкая ситуация. Хотелось бы взглянуть, как солдат выкрутился из этого положения. Неужели он так и продолжил маршировать дальше? Этот парень выбрал неудачное место, а фотограф успел сделать снимок как раз в тот момент, когда включился автоматический полив газона. Чьи-то соседи решили повесить новую люстру, но использовали слишком уж длинные саморезы, испортив владельцам этой квартиры пол. Бабушка не успела перейти мост до того, как начался развод. Надеюсь, что рабочие успели ее вовремя заметить, и женщина не пострадала. Один из посетителей зоопарка уронил свой смартфон в вольер с крокодилом, и этот гаджет пришелся по душе хищной рептилии. Постирать перьевую подушку в стиральной машинке было не самой лучшей идеей. Думаю, в следующий раз автор фотографии будет делать это вручную. Вас тоже сильно раздражает, когда нужный вам банкомат оказывается неработающим, и горит лишь экран Windows. Когда этот человек засунул свою карту внутрь, банкомат решил обновить систему. Будем надеяться, что за этим окном находится не спальня, иначе владельцу квартиры в этом доме остается только посочувствовать. Вот что случается, когда надолго оставляешь свою машину в заснеженном месте. Теперь владельцу автомобиля придется ждать, пока этот пьедестал растает сам. Если это межконтинентальный рейс, то пассажиру, сидящему за черным креслом, сильно не повезло. Пока остальные будут наслаждаться просмотром фильма, ему придется любоваться салоном. Автор фото, кстати, в схожей ситуации. Выглядит, как страшный сон рабочего фабрики по упаковке яиц. А вот для кого-то кошмар оказался самой настоящей реальностью. Курьер, не дождавшись никакого отклика, оставил посылку таким образом. При этом он заблокировал дверь, потому что ручку теперь невозможно повернуть. Что было бы, если бы хозяева все-таки находились внутри? Просто представьте ощущение пассажиров этого автомобиля, когда пятитонное животное застревает над твоей головой. Думаю, слону тоже было неприятно попасть в такую ситуацию. Ничто так не бодрит с утра, как свежевыжатый сок. Особенно, когда твоя соковыжималка решила сойти с ума и придать кухне новые цвета. Теперь героям этой фотографии придется идти домой в одежде насквозь пропитанной пивом. Кто же мог ожидать, что веселое застолье превратится в трагедию? Этот айпод случайно заблокировали на 24 миллиона минут, что примерно равняется 45 годам. К этому времени он станет настоящим ретро-плеером. А у вас случалось такое при посещении заведений быстрого питания? Все заказы, сделанные до этого клиента, а также некоторые, которые были сделаны уже после, выполнены, а его заказ все еще готовят. Водитель, попавший в канаву, позвонил своему отцу, чтобы тот приехал на помощь. Но так случилось, что когда отец явился, то угодил в ту же самую канаву. Чей-то багаж забыли убрать в самолет. Сумка так и осталась лежать на взлетно-посадочной полосе, когда ее владелец уже находился в небе. Ситуация, которую все мы видели в комедийных фильмах, для кого-то стала вполне реальной. Пока мужчина работал на крыше, его лестница упала, оставив его в ловушке. А вот и доказательство того, что машины МРТ – это мощные магниты. А теперь представьте, что она может сделать с неснятыми украшениями, если способна притягивать такой вес. Что может быть хуже повторного проделывания уже выполненной работы? Этому мужчине придется заново собирать мусор, который вывалился на дорогу. Справиться на прогулке с одной собакой-то не всегда просто. А вот что случается, когда их две, причем питомцы оказались достаточно упрямыми. Что это такое? Так это ферма для майнинга биткоинов после того, как ее затопило наводнение. Теперь дорогостоящая аппаратура превратилась в груду металла. Теперь коробка передачи этого автомобиля будет находиться в режиме парковки еще долгое время. Этот водитель оказался таким сильным, или же материалы рычага настолько некачественные? Кажется, кто-то слишком много ест. Похоже, кота придется сажать на диету. Или хотя бы сделать проем в двери побольше, чтобы такое больше не повторилось. Что же такого сделал этот парень, что с ним так жестоко поступили? Все же знают ощущение, когда отдираешь что-то липкое от кожи. А теперь представьте, что предстоит испытать ему. Кажется, кто-то сегодня попадет домой не так быстро, как ему хотелось бы. Как считаете, что хуже, быть запертым внутри своего дома? Или когда твой дом заперт, а ты не можешь войти? Вот так и выявляют задатки художников у своих детей. Заметьте, что помимо экрана, чей-то сын также решил приукрасить и клавиатуру. Такого поворота событий точно никто не ожидал. Странно, что они не бросились смывать бетон с капота, а просто сидят и наблюдают, как тот затвердевает. Вот что случается с баллоном монтажной пены, который оставили внутри автомобиля на солнце. Думаю, теперь все водители будут убирать ее в самые темные места. А в такую ситуацию могут попасть любители попить колы за рулем. Даже непонятно, что нужно делать в такой ситуации. Просто представьте, как были раздосадованы те, кто с нетерпением ждал, когда этот пирог приготовится. Такого не пожелаешь даже врагу. Как такое вообще могло произойти? Надеюсь, что пилот вертолета был мастером своего дела, и ему удалось его посадить без осложнений. Эту рабочую смену ребята запомнят надолго. На подобных производствах нужно быть максимально аккуратным человеком. Просто представьте, сколько омлетов можно было бы из этого приготовить. В неловкие ситуации попадают не только люди, но и их питомцы. Например, этот кот, застрявший на двери. А его хозяин решил сначала сфотографировать бедное животное, перед тем, как снять его оттуда. Этот парень остановил видео, чтобы показать парикмахеру, какую прическу он хочет. Мастер, в свою очередь, решил, что кнопка play – это тоже элемент стрижки. Прошедший недавно ураган не сдвинул с места пластиковые лежаки, зато снес тяжелый металлический гриль в бассейн. Когда ты – единственный гость, который подумал, что предстоящая вечеринка будет костюмированной. Несмотря на это, парень решил не выходить из образа черепашки-ниндзя. Мои друзья купили дом, а когда через месяц приехали туда заселяться, то выяснили, что весь этот месяц в нем жили четыре коровы. Теперь этому дому потребуется генеральная уборка. И еще один случай, когда испортился оставленный на солнце под лобовым стеклом предмет. На этот раз пострадала милая резиновая уточка. Вот что значит неудачно припарковался. Какова вообще вероятность того, что столб воды, льющийся на припаркованный автомобиль, превратится в ледяную глыбу? Никогда не засыпайте, когда на вашей кухне что-то готовится. Превратившаяся в уголь пицца – это самое безобидное, что может произойти. Этой девушке с дерева на голову свалился дикобраз. Сложно даже представить, какую боль ей это доставило. Чем думают рабочие, ремонтирующие дорогу, когда так поступают? Неужели нельзя было сначала вызвать эвакуатор, раз не удалось найти владельца автомобиля? «Мой 12-летний племянник решил, что ударить по банке с краской молотком будет хорошей идеей», рассказывает мужчина, сделавший эту фотографию. Хуже парковочного места и не придумаешь. Кажется, владельцу парковки стоит немного изменить план паркинга. Тот случай, когда не каблук застрял в решетке, а решетка застряла на каблуке. Надеюсь, эта ситуация не испортила туфли девушки. Вот что случается, когда просто захотелось вспомнить детство. Увы, но когда вырастаешь, не все качели способны выдержать твой вес. Будем надеяться, что передних колес этому экстремалу хватит, чтобы совершить посадку, которая не травмирует его. Парень, выложивший это фото в свою социальную сеть, рассказал, что это произошло после того, как его сестра решила приготовить картофель фри. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал Фактория и смотрите другие наши видео.